здравствуйте давайте сегодня построим некоторый комплекс который позволяет считать гомологии к гомологии групп причем в общем случае к сожалению как бы глубокая идея стоящая за этим комплексом как бы немножко будет скрыта при моем изложении то есть это нужно погружаться там в симплециальные методы что к сожалению мы не можем себе позволить вот поэтому давайте я вот как сделаю значит во первых я веду понятие такого бар комплекса или бар резервенты сейчас я объясню что это такое пусть у нас r коммутативная конечно ассоциативное кольцо с единицей и пусть a r алгебра алгебра над r давайте построим такой вот комплекс а-а-бимодулы вот или что то же самое а-а-тензор а-об-модулы то есть левый левых а модулей правых тоже а модулей вот ну хорошо давайте обозначим b и т тензорное произведение а себя и плюс два раза вот ну в общем сейчас я определю дифференциал и вот у нас бы это b и минус 1 и так далее b1 b0 ну и b минус 1 значит тут у нас и больше либо равно чем минус единиц вот нам будет удобно вот такое соглашение здесь конечно до бесконечности все продолжается а дальше здесь идут 0 вот теперь как выглядит дифференциал ну давайте возьмем разложимый тензор вот в этом тендер нам произведение его вот так вот запишем а и плюс 1 до 0 давайте план пусть и так и вот как раз вот отсюда да вот сюда должен быть вот и формула такая это есть сумма минус единица в степени же а 0 тензор а один тензор и так далее тензор а и плюс один вот ну я думаю понятно что делает он как бы схлопывает умножает какие-то два элемента да вот например а 0 тензор а1 тензор а2 по действием d переходит куда а 0 а 1 тензор а2 минус а 0 тензор а1 а2 ну то есть это элемент уже будет как бы на единицу меньшей такой градуировки а вот ну хорошо то есть более подробно кстати вот это у нас а вот это вот у нас а а тензор а это у нас а тензор в кубе и так далее вот ну понятно что это как раз а обе модули да то есть бы это нет мы как by модули by модули над алгеброй а то есть левые правые модули ну алгебру можно рассматривать как бимодуль над собой потому силу ассоциативность умножение слева и справа на элементы алгебры они коммутируют как бы за сайт или с бимодулями никогда не имели дело ну понятно ну вот например самый такой простой пример вот а матрицы размера m на n вот они являются примером такого бимодуля который не являются алгебры сейчас вот справа их можно умножать на матрицы н н а слева на м на м я мне обязательно равно и вот но есть такие звери но правда это не совсем такой самостоятельный объект потому что имея вот такой бимодуль его можно рассматривать как левый модуль на таким кольцом просто умножение вот на первый элемент идет слева на ну и так как там белинейное получается отображение то продолжается на тензорное произведение я думаю как так это доказывается вот ну конечно что нужно проверить в первую очередь после того как мы определили дифференциал d квадрат равно нулю что это действительно комплекс вот но наверное тривиальная проверка то есть там когда вы еще раз к этому выражению примените d то должны сократиться вот из-за вот этих знаков все слагаемые можете это проверить убедиться вот вот более того я сейчас докажу что или оставлю в качестве упражнения что этот комплекс на самом деле стягиваем по крайней мере как комплекс правых а модулей давайте так мы его рассмотрим а значит он по крайней мере оцикличен то есть у него нет нетривиальных как мал гомологии вот ну как мы какой у нас есть такой систематический способ доказательства оцикличности а ну гомотопический эквивалентен нулевому то есть мы построим сейчас операторы оператор гомотопии ну то есть давайте действительно значит нас наш оператор гомотопии из-за сытого ночь боит будет действовать в и плюс 1 как он действует он берет вот такой вот разложимый тензор и давайте так вот добавляет слева просто единичку понятное дело получается гомоморфизм правых а модулей левых вот не будет да вот но тем не менее это нам не мешает потому что мы хотим проверить просто что гомологии нулевые в этого комплекса но давайте ну давайте я проверю для скажем для скольких со множителей что-то мне не хочется путаться в этих ну на самом деле можно конечно и в общем случае значит что нам нужно доказать помните с и т.д. ну давайте я буду без индекса писать плюс да равно чему а да 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 это я сам ошибся равно чем да дождись там вот давайте то есть это собственно и означает стягиваем давайте проверим вот пусть у нас есть знаете вот только как-то и обычно как индекс используешь да по которому суммирует но ничего ладно значит применим ну вот мы уже применили с а теперь давайте применим d это что нам даст а 0 тендер 1 ну вот это мы перемножили до тендер и так далее тендер а и плюс 1 минус единица тендер а 0 1 тендер и так далее тендер а и плюс 1 ну и так далее плюс там какой будет последняя минус единица в степени и плюс 1 до ну да ну давайте уже запишем тогда то есть а 0 тендер и так далее тендер а и а и плюс 1 понятно почему здесь и плюс 1 потому что на единичку вставили у нас все сдвинулось вот из-за этого все и должно сократиться а теперь мы просто применяем d вот к этому ну это будет что там а 0 а 1 тендер а 2 тендер и так далее тендер а и плюс 1 минус а 0 тендер 1 а 2 тендер и так далее тендер а и плюс 1 плюс и так далее плюс минус единица в степени и единица так д просто применяем к этому это будет а 0 тендер и так далее тендер а и здравствуйте а и плюс 1 вот и теперь мы должны еще единичку слева к этому добавить да и что произойдет тогда вот все вот кроме 1 до все кроме 1 эти значит вот этот комплекс бимодулей вот мы раз мы значит а это r алгебра вот рассматриваем такой вот комплекс где дифференциал определяется ну вот по такой вот формуле это дифференциал примененный вот к такому элементу вот он вот этому выражению и мы доказали что этот комплекс стягиваем как комплект правых а модулей вот стягивающая гомотопия как говорят вот получается добавлением слева единички вот ну вот видите такой замечательный получили комплекс кажется его иногда называют комплексом хокшель да ну или бар резольвенты или на инбар комплексом я не очень знаком с терминологии поэтому вот ну теперь давайте применим его для вычисления гомологии к гомологии групп как вы думаете что мы возьмем в качестве а для групп групповую алгебру на групповое кольцо даже более точно ну это конечно алгебра на z до вот групповую алгебру возьмем и для нее значит все вот это вот работает мы хотим получить используя вот этот комплекс давайте так свободную резольвенту над кольцом за джем для тривиального за джем модуля z мы хотим получить вот наша цель до имея такую свободную резольвенту мы сможем читать к гомологии групп по крайней мере в принципе да получим ну при применяя хом вот потому что я напомню что гомологии группы же с коэффициентами в же модуле м левом же модуле это не что иное как x и ты над джем тривиального за джем модуля ну вот то есть нужно чтобы посчитать к гомологии значит взять свободную резольвенту z как тривиального модуля на джем и применить хом на джем вот такой вот функтор но если м равно z то мы получим к гомологии в коэффициентами z и этот функтор будет не что иное как функтор инвариантов да как мы знаем то есть по члену применить инварианты вот ну а соответственно если бы мы хотели посчитать гомологии группы же с коэффициентами в же модуле м значит м это левый же модуль то я напомню ну мы определяли не совсем так да но мы пришли к тому что гомологии к гомологии на самом деле хорошо нам знакомые вот эти функторы значит z м но тут мы z рассматриваем как правый z g модуль да и значит чтобы вычислить вот эти производные функторы нам нужно построить свободную ну или проективную резольвенту для вот этого тривиального z g модуля ну как правом правого модуля но это делается аналогично давайте я вот построю комплект который считает к гомологии вопросы какие-то вот ну хорошо хорошо так я может быть немножко расширю область доски используем значит что я хочу сделать да давайте я перепишу может быть в значит это у нас минус единицы степень минус единицы значит здесь у нас на z g g g g значит это у у нас нулевой гардеробки это в первый ну не знаю давайте еще чего-нибудь у меня конечно не очень здесь хорошо написано мне бы тут место побольше оставить вот ну как можно превратить вот это вот по существу мы здесь имеем что свободную вот если мы это рассматриваем как левый для для модуль то мы имеем свободную резольвенту для вот этого модуля до свободного ну над z g да вот как из нее сделать свободную резольвенту для z для z как z g модуля ну наверно просто тензорно умножить на z все над z g правда конечно возникает вопрос почему то есть вот мы такую вот здесь у нас везде над z тензорное проведение вот мы над z g умножили вот кто мне скажет почему будет действительно вот почему вот этот модуль изоморфен вот этот z это понятно да это z вот то есть вот это будет изоморф на чему тогда как левый z g модуль посмотрите когда мы на z умножаем над z g то у нас это как бы съедается да то есть остается z g значит здесь у нас будет z g тендер z g ну и так далее ясно что конечно так как тензорное умножение это функтор то ну ну притом аддитивный ясно что наверное получится комплекс но почему будет точная последовательность почему точен справа до функтор тензорного умножения ну а почему точен везде будет да дело в том что у нас исходно была свободная резольвента свободного модуля вот почему же то есть по существу когда мы умножаем на z мы считаем вот вот эта вот часть вот то что получается считает нам какие какие гомологии вот гомологии вот этого комплекса это что такое будет да это будет тор над z g до от чего посмотрите у нас была резольвента для z g и мы тендерно умножили ее на z то конечно мы считаем вот такие то есть при и и значит больше либо равно единицы это мы знаем 0 ну а почему в нулевой размерности это будет 0 но в силу точности справа вот если мы сохраняем от минус первый член то есть вот эта агментация мы получаем снова точную последовательность не знаю понятно ли понятно да хорошо ну потому что еще раз это у нас проективный модуль ну плоский плоский частности он даже свободный свободные модули плоские вот но давайте вот эту агментацию сохраним то есть получаем вот такой вот комплекс то есть давайте его запишем так вот значит комплекс по существу вот он а это у нас агментация то есть он стоит из таких модулей цит их цит и то и то есть за джет эндзор за джет эндзор и плюс один понятно да почему у нас когда мы тензор на умножали на z одно джет съелась как ну да да конечно конечно ну я тут просто не не пишу наверное за джет эндзор потому что мы тензор на умножали на джет сейчас вот извините не понял а ну да да конечно конечно ну я тут просто не не пишу наверное z ну ну да но тут по существу осталось единичка до который мы не пишем тензор там на единичку мы это учтем вот то есть понимаете когда мы тензор на умножаем над вот кольцом за джет это значит мы можем свободно переносить по знаком тензорного произведения вот элементы вот этого кольца да а так как z у нас тривиальный за джем модуль то любой элемент кольца за джем мы можем превратить ну какое-то целое число грубо говоря то есть если кто-то чуть-чуть забыл вот вот это у нас изоморф на z вот ну ладно вот то есть мы получили видите свободную резольвенту для z как тривиального за джем модуля а теперь мы действительно можем только вот дифференциалы как здесь выглядят то есть теперь как построить вообще давайте мы выпишем все-таки дифференциалы явно чтобы потом этим воспользоваться вот у нас есть дифференциал в исходный бар резольвенте да вот давайте посмотрим как он как какой дифференциал он индуцирует вот здесь давайте почитаем ну не знаю вот давайте все-таки для простоты мы возьмем вот элемент скажем вот отсюда ну то есть вот отсюда то есть это будет а0 тензор а1 тензор а2 или даже давайте же 0 g1 g2 обозначать потому что за джи это у нас свободный z-модуль с базисом их элементов группы да поэтому мы можем вот извините да вот здесь а да да вы правы вы правы здесь нужно писать единичку да можно писать единичку потому что если у нас здесь было же 2 2 скажем это то же самое что единица справа потому что вот мы пропустили до через и получили здесь помните как аугментация действует ну z это тривиальный zg модуль поэтому умножение на же это самое что умножение на единице вот поэтому да вот так вот выглядит базисный элемент вот отсюда типично да спасибо а то я бы стал бы купаться и вот как выглядит дифференциал значит он индуцирован вот тем дифференциалом который мы знаем но вот слева вроде все понятно это будет же 0 g1 пензор 1 а вот следующая слагаемая это будет минус же 0 пензор на что же 1 на 1 и он попадает вот сюда да то есть он по существу превращается в единицы то есть просто минус же 0 пензор 1 то есть если мы выбираем вот такой вот базис вот здесь то вот так вот действует дифференциал ну в общем случае давайте запишем d вот же 0 пензор так далее пензор же это да вот не помню тут с единицы может быть принято нумеровать они с нуля вообще нет вроде с 0 ладно да тут конечно с 0 вот значит как раз ну если хотите тут конечно можно добавлять единичку но она играет такую вспомогательную роль да про нее можно забыть потому что она не несет никакой информации но вот если мы с единичкой хотим написать это будет сумма минус единица в степени же же 0 тензор и так далее тензор же и единица по же от нуля до чего до и минус 1 наверное да а вот это то есть еще будет плюс минус единица в степени и там мы просто отбрасываем вот это вот ну точнее превращаем в единицу вот это вот же это то есть это будет же 0 тензор и так далее тензор же и минус 1 тензор 1 вот так выглядит да вот но давайте мы все-таки перепишем в более таких более стандартных обозначениях обычно эту единичку опускают то есть d от g 0 тензор и так далее тензор g и это и есть сумма g от нуля до и минус 1 так минус единица в степени g g 0 вот ну хорошо а теперь что нужно к этой резоленте применить мы хотим считать к гаммологии да то есть применить функтор почленно значит хом над z g что-то там м вот давайте посчитаем значит что такое хом над z g z g и плюс 1 м вот как его можно описать обратить внимание это гамморфизм левых z g модулей поэтому грубо говоря вот если f такой гамморфизм и вот у нас есть же 0 тензор там что-то да это чему равно ну вот если мы рассматриваем f вот такой гамморфизм на вот таком типичном элементе базиса вот отсюда то это чему будет равно уже 0 выносится совершенно верно f от единица тензор там же один вот поэтому все одна то есть однозначно будет задаваться на элементах там же один и так далее же какой у нас и житая да вот на таких наборах вот я утверждаю что вот этот вот эта группа это у нас уже группа будет да она изоморф нам на чем надо да 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 вот здесь надо это конечно вот изоморф на вот множество всех функций вот давайте поймем почему это так или это очевидно ну то есть это следует их того что это у нас свободный zg модуль в общем понятно с каким базисом и любой такой гамморфизм однозначно сдается на базе себя то есть нужно ну и так как вот одно zg еще у нас съедается из-за того что то реально базис у нас базе составляют вот такие вот элементы да то есть вот такие наборы из и штук вот элементов группы же вот то есть видите ну теперь значит последняя на им что осталось это это посчитать дифференциал на таких вот элементах то есть эта группа да ну групповая структура очевидно следует из структуры модуля на им значит давайте почитаем вот пусть у нас f как вот здесь написано вот то есть это у нас home c какое там и т.м. да над за дж вот давайте посчитаем что такое df df у нас от скольки уже будет аргументов значит f это у нас по существу функция вот как мы видим при этом отождествление это функция g1 и так далее же и да а вот df будет больше мы же home применяем да то есть это уже будет от же 1 и так далее уже и плюс 1 вот а как она определяется как определяется дифференциал вот в когомология ну то есть на не в когомологии к да то есть это будет f от да вот то есть ох все-таки да то есть это у нас по существу было ну давайте мы пока вот эту единичку будем писать же 1 тензор и так далее тендер же и плюс 1 вот а это будет f от d от вот этого да а от единица тендер же один тендер знаете я просто хочу вывести все эти формулы что единица ну да я и уже перестал писать потому что да и другая единица слева которая из-за того что над dg гобморфизма вот но обратите внимание тут уже слева это нетривиальный dg модуль то есть можно базис выбрать с единицей но умножение на же слева мы должны учитывать вот ну давайте попробуем посчитать ясно что f у нас это как бы линейная функция да потому что мы с базиса продолжаем по линейному давайте посчитаем вот у нас формула есть значит чему это будет равно вы т.ф. отчего тяжело значит первое слагаемое какое будет да g1 тендер же 2 тендер и так далее тендер же и плюс 1 следующая минус единица тендер же 1 же 2 тендер и так далее тендер же и плюс 1 ну дальше будет плюс конечно плюс значит что там будет самом конце вон оно стоит минус единица в степени и g0 то есть g0 у нас единица да то есть это будет единица тендер g1 тендер и так далее тендер а и тут будет же это наверное да сейчас вы наверно правы я просто хочу понять да тут у нас ведь там было видите на же и заканчивалась да тут у нас на же и плюс 1 поэтому да вы право вот тут так будет спасибо да нет вроде так ну а теперь давайте запишем где-нибудь может быть здесь что ли продолжим что здесь у нас получилось ну смотрите f это марк спросите если вопрос ну еще раз я просто тут немножко изменил обозначение смотрите я взял от g1 так далее же и плюс 1 а тут у нас было на же и заканчивалась же 0 превратилась единицу поэтому на какой вот вот на это а вот на эту да то есть же 0 это у нас единица arta да да поэтому вроде все работы вот давайте здесь продолжим значит что можно с этим же один сделать его можно вынесли реке 1f от единицы father g2 g2, тензор и так далее, тензор, g и плюс 1. Дальше идут такие стандартные слагаемые, то есть плюс сумма, минус единица в степени, давайте так, g, f от единицы, тензор, g1, тензор и так далее, тензор, g, g, g плюс 1, тензор и так далее, тензор, g и плюс 1. Вот, и, наконец, еще последняя слагаемая, которая тоже выделяется, так же, как и первая, из общего принципа. Вот f от единицы, тензор, g1, тензор и так далее, тензор, g и, т. Вот, и плюс 1. да то есть начинается с минуса да это же от единицы до иной вот так то есть давайте еще вот упростим запишем это в таком виде это будет же 1f от g2 и так далее же и плюс 1 плюс сумма минус единица в степени gf от g1 и так далее же и же 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 плюс 1 запятая же и плюс 1 и плюс плюс минус единица в степени и плюс 1f от g1 и так далее же и теперь я смотрю чем меня тут написано на листке так минус единицы в степени да вроде бы так вроде бы следующий знак вроде все правильно получается да тут должен быть с минусом начинается ну даже равно единице да да и ну ладно вот такая формула давайте все-таки напишем то есть это наверное можно все теперь стереть вот давайте для гомологий вы тоже получите аналогично там правую резольвенту до для z и посчитаете комплекс соответствующий значит давайте запишем вот эту формулу df вот же 1 и так далее g и плюс 1 это есть g1f от g2 и так далее g и плюс 1 плюс сумма минус единица в степени g f от g1 и так далее g g g g g плюс 1 и так далее вот такая вот м извините первый тщательно извините первую часть него слышал на же 1 на f да то есть нет f смотрите это ведь где она принимает значение в м да да конечно конечно то есть я вот эту единичку не пишу то есть реально мы имеем дело вот с этим базе в уже вот в цитам ну точнее не стоит а вот вот в этом в этом комплексе вот ну хорошо вот видите явную формулу получили для значит можем по ней посчитать в принципе к гаммологии любой группы да ну давайте посмотрим например ну да давайте в виде задачи я оставлю действительно получение аналогичной формулы для гаммологии давайте теперь посмотрим как выглядят к циклы по границе скажем малых размерностях вот что такое например 1к цикл 1к цикл ну то есть он отвечает чему там вот 1к цикл это функция ну при равном единице то есть функция от одного аргумента значит df тогда будет от уже от двух аргументов сейчас ну да f нас от одного посмотрим что значит дф равно нулю для сейчас 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 посмотрим значит это будет g1 f от g2 по моему минус f от g1 g2 и плюс наверное да потому что f от g1 вот и если это к циклу то значит это равно нулю да равно нулю то то есть мы получаем f от g1 g2 равно f от g1 плюс g1 f от g2 по моему это называется скрещенный гомоморфизм вот то есть к циклу это вот такие вот функции которые ну если у нас действие тривиально на нашем модуле м то тогда умножение на g1 это то есть это будет просто гомоморфизм то есть если м ну ладно давайте мы еще чуть-чуть посчитаем вот а что такое 1к граница 1к граница это такой 1к цикл который является к границей 0 цепи что такое 0 цепь то есть элемент нашего вот этого комплекса который вычисляет к гомологии это просто насколько я понимаю элемент модуля нашего м да потому что отображение из пустого множества сейчас я правильно говорю то есть когда у нас значит и равно нулю да а точнее это из одноточного множества в м что правильно ведь потому что что такое произведение произведение нулевого числа это какой объект у нас конечный да то есть это будет одна . ну то есть получается один элемент то есть по существу не знаю как и обозначить ну пусть так и будет f то есть df тогда будет от одного аргумента да ну давайте м напишем то есть тем это элемент модуля по существу да то есть как 0 к цепи то есть дм а g1 чему будет равно это не все должно быть просто минус м то есть м от ничего а почему еще раз да у нас вот сейчас вот это м от ничего да как раз вот это и а а это я вот это написал да а тогда тогда неправильно знак поставил значит подождите вот это да же 1м до нет по моему вот это должно идти а а тут только одно да и равно нулю да а а последнее у нас вот это да и равно нулю а ну да да понял понял то есть это будет просто минус м да да вот так и должно быть так и должно быть ну конечно автоматически вот такая один к границе ну то есть теперь мы можем написать это такая функция на самом деле из же в м до к границе для которой существует вот м маленькая то есть элемент нашего модуля что f от же 1 равно ну или а дже просто равно же м минус м да вот это один к границе ну и как вы думаете если мы профакторизуем вот то есть чтобы посчитать первые к гомологии в общем случае нам нужно профакторизовать вот все такие скрещенные гомоморфизмы по подгруппе вот этих вот к границе вот но давайте посмотрим вот если у нас м тривиальный же модуль в этом случае что можно сказать про один к границе они будут нулевые да ну потому что же м равно м раз действия тривиально же на м то к границе только нулевые а скрещенные гомоморфизмы то же самое что гомоморфизмы и таким образом в этом случае первая группа к гомологии же с коэффициентами уже модули м ну в тривиальном же модули м чему изоморфно ну скрещенные в обычные превращать потому что вот действие тривиально да это просто группе гомоморфизмов в категории группы и живым ну что то же самое что гомоморфизм и конечно из абелионизации да в м вот то есть это первая группа к гомологии случае тривиального действия то есть первую группу гомологии мы вот в общем случае почитали да как абелионизации здесь вот так вот вот ну хорошо хорошо наверное ну вот видите мы построили вот бар резольвенту для вычисления к гомологии группы принципе в произвольном модуле же модули то есть ну мы еще вернемся к этому явному описанию вот наверное в следующий раз когда будем применение вот этого всего к расширением групп я надеюсь что в следующий раз мы это рассмотрим вот но вы как бы сами понимаете что это резольвент она очень большая да то есть с ней работать непросто и вычисления лучше с помощью более каких-то ручных резольвент производить хотя конечно теоретическое значение она имеет очень большое вот поэтому то что мы о ней узнали это в любом случае не лишнее вот как получать более такие ручные резольвенты но я уже в принципе в прошлый раз немножко начал рассказывать об этом вы как дома построили для циклической группы конечные какой-то резольвенты руки не дошли так ну давайте тогда я все-таки расскажу как это можно сделать это будет наверное некоторое введение следующий следующую тему тему ну давайте пусть же это циклическая группа порядка какого-то н порядке н вот ее групповое кольцо z от т по т в степени минус единица да по вот такому идеалу мы знаем вот давайте попробуем построить для нее какую-то более-менее такую маленькую резольвенту но она будет правда бесконечной длины вот у даже у группы 2 порядка на самом деле у группового кольца группа 2 порядка там бесконечная гомологическая размерность то есть не существует конечных проективных резольвентов сейчас мы в этом на и убедимся ну вот идея стоит в том что давайте рассмотрим окружность и еще раз рассмотрим ее разбиение на такие вот клетки то есть мы нашу циклическую группу заставим действовать поворотами окружности ну понятно поворот образующие действует скажем как поворот на угол 2 пи 2 пи поделить на n вот и давайте выберем какую-то вершину и потом ее орбиту вот то есть это будет tv ну теплый образующие нашей группы т квадрат и так далее т в степени n в да вот одна орбита получается вот давайте также рассмотрим одномерную клетку ну скажем c такой вот ориентированную которая действует то есть направленно из ввтв вот ну и на нее тоже будем действовать вот это будет т.ц. и так далее значит вот это будет у нас т в степени nc на подождите только n минус 1 вы меня не поправляете правда ведь там с нуля как бы здесь начинается с нулевой степени цикл у нас длины вот ну а теперь в общем давайте вот такой общий факт я просто скажу вот пусть у нас есть некоторое множество x на котором действует группа жля причем действует свободно знаете что это значит да по моему про проще чуть-чуть можно если же x равно x для какого-то x тоже равно единице то есть не для какого x же x не равно x кроме как случае же равно единице вот ну и то есть же действует свободно на множестве x вот давайте рассмотрим свободный z модуль порожденный множеством x вот я утверждаю что его можно на нем ввести структуру z g модуля уже действует свободно на x но на самом деле я думаю для того чтобы можно было ввести структуру z g модуля свободное действие не нужно просто действует действует на множестве образующих значит действует и на модуль значит это есть z g модуль ну вот значит для чего нужна свобода вот мы хотим показать что если действие свободно на x то это тоже будет свободный z g модуль причем какого ранга вот что будет базисом как вы думаете вот как найти базис значит еще раз же действует свободно на множестве x свободно да вот базис вот этого модуля как z модуля это просто множество x не сопряженности а орбиты нужно рассмотреть орбиты действия же вот здесь и действие у нас свободная да то есть в общем нужно взять по представителю в каждой орбите и так будет у нас некоторый базис вот в этом модуле как z g модуля причем это свободный будет до модуль да то есть да зачем нужна свобода зачем я хочу просто действительно здесь то есть и детство и том что если мы действительно порождаем свободный z модуль с помощью множества x на котором свободно действует группа же то здесь вводится и структура свободного z g модуля то есть ну структура же модуля который оказывает свободным и базисом в нем является вот так строится нужно выбрать в каждой орбите вот этого действия по представителю вот я думаю более-менее понятно это вы если чуть-чуть подумаете для вас и станет я думаю очевидно на все таки попробуйте какой-то формальное доказательство ну кстати ну да ну кстати тут мы не явно на n использовали то что вот этот функтор типа свободный z модуль он дизингтные объединения переводят куда как вы думаете прямую сумму вот ну в общем продумайте вот этот момент он мне кажется довольно понятен но тем не менее него нужно конечно осознать вот ну и давайте вернемся вот мы можем построить клеточный комплекс для вычисления гомологии окружности да каким образом значит c0 это у нас множество 0 клеток c1 это множество один клеток и вот у нас есть граничный оператор ну который например dc чему будет равно вот границы вот этой как да ты вы минус в то есть ты минус 1 на в ну смотрите у нас цену лица один это свободные z модули порожденные множеством соответственно 0 и 1 клеток а это свободное же множество да то есть но что на которых свободно действует группа же причем в каждом случае у нас по одной орбите по одной орбите значит c0 это что такое по существу да то есть это просто zg как модуль над собой то есть свободный модуль ранга 1 и это тоже zg вот дифференциал понятно у нас является ну коммутирует действием группы же вот ну и смотрите вот это вот у нас есть аргументация которая единицу нашего группового кольца переводит куда единицу да ну а значит так как это же же гоморфизм то любой элемент группы же переводит тоже в единице да так как коммутирует а ну за 3 реальный же модуль в общем отсюда вот ну вот вообще вот какие к гомологию этого комплекса вот у этого значит он это клеточный комплект для вычисления гомологии окружности да значит ну ну мерные значит z и одномерные z да то есть легко видеть что вот этот эпсилон вот эта аугментация на самом деле это изоморфизм между гомологиями нулевыми этого комплекса и z поэтому уже вот у такого аугментированного комплекса ну мерные гомологии будут нулевые но это сюрлективное вот ну а здесь давайте мы вот куда у нас переходит образующие в первых гомологиях вот каким она циклом представляется ну ясно что нужно сложить вот все вот эти вот один клетки до образующие как бы в одномерных гомологиях но это значит c плюс tc плюс и так далее плюс t в степени минус 1c правильно должно быть равняться то есть это есть единица плюс т плюс и так далее плюс т степени минус 1 на c вот ну c это как бы просто образующие свободного модуля здесь в общем мы вот получили не совсем конечно свободную до резоленту потому что это не является свободным за джем модулем но по крайней мере получили некоторую точную последовательность не знаю понятно ли то что я здесь сделал то есть вот мы получили некоторую точную последовательность вот которая вроде бы начало которой вот это вот да это начало некоторые свободные резольвенты для для за джем модуля z 3 тривиального за джем модуля z вот как ее можно до резольвенты продолжить как вы думаете ну вот такие вот смотрите вот у нас эпсилон действует z а это из z вот нельзя ли используя вот эти гоморфизмы склеить несколько таких то есть здесь у нас будет z значит 0 здесь ну давайте так z g z g значит тут у нас d у нас эпсилон значит сейчас что-то я хотел до свободную резольвенту для z вот а здесь мы ну точнее давайте вместо d даже напишем единицы минус t или чё нас там ты минус 1 это умножение на ты минус один на самом деле правда вот потому что то есть образующая переходит в т минус один на образующую вот а теперь вот я предлагаю ну в общем довольно очевидно что я хочу здесь делать вот эпсилон и это то есть вот здесь взять композицию просто эпсилон это как это действует эта композиция а дальше я значит снова z g и что у меня там t минус один ну и так далее вот как лечить на вот этот гоморфизм действует то есть он берет единицу отсюда переводит ее в единицу а потом умножает на вот этот как бы нормирующий множите давайте его н что ли обозначить то есть это умножение на вот этот н н это еще раз единица плюс т плюс и так далее плюс т в степени минус 1 вот но более менее понятно из предыдущего что мы действительно получаем точную последовательность и вот это будет значит свободный резольвенты для z как вот ну с помощью нее можно посчитать когмологии вот этой циклической группы да вот но убедиться например что при там соответствующих модулях мы получим нетривиальные когмологии в сколь угодно больших размерностях то есть это вот такая вот свободная резольвента для циклических групп ну которая позволяет считать на практике все эти когмологии вот вот не знаю ну кстати почему композиция равна нулю понятно да почему вот если мы вот это умножим на ты минус 1 вот эпсилон это просто единица переходит единицу да а потом единица умножается на н ну композиции это посвящую умножение на н просто можно показать что любой элемент при умножении на этот элемент он попадает в центр вот этого за джи который то есть тут действительно немножко хитро так но сколько у нас еще времени 10 минут что я могу успеть за 10 минут рассказать ну давайте попробуем рассказать действительно любопытные вещи с моей точки зрения которые на самом деле дают некоторый альтернативный подход вообще к определению гомологии к гомологии групп вот давайте предположим что x это такое ну топологическое пространство на котором свободно ну давайте так клеточное пространство со свободным клеточным действием группы же группы же клеточное пространство со свободным клеточным действием группы же что значит клеточное действие ну то есть переставляет клетки в каждой размерности вот а так как свободная то то он орбита да мы требуем чтобы мы в общем на в каждой размерности на клетках группа действовала свободно да вот что мы требуем а вот и кроме того давайте мы предположим что это пространство еще одновременно имеет тривиальные гомологии ну или даже лучше потребуем чтобы x стягиваем а стягиваем а ну конечно связная да я забыл сказать ну стягиваемость конечно подразумевает пусть стягиваем а вот вот давайте рассмотрим тогда клеточный комплекс вот этого икса что тогда можно про этот клеточный комплекс сказать что да да конечно когда в топологическом да связано то стягиваем а значит в частности связано я думаю да и что это нам дает как вы думаете вот если мы рассмотрим соответствующий клеточный комплекс вот так как каждой размерности на клетках действия свободное то вот каждый из этих z модулей он является на самом деле за джи модулем правда причем свободный джи модуль и на самом деле мы получаем таким образом свободное свободную резольвенту z ну над за джи не правда ли вот ну а теперь не знаю может быть конечно мы сейчас не будем просто давайте приведем наверное примеры или стягиваем и просто только нейтривиальные гомологии в нулевой размер ну на самом деле цикличность использовали до резольвента получается точный комплекс да и вот если аргументированный то это будет действительно точный а так это нульмерные гомологии будет z замор ну собственно мы получаем резольвенту вот возникает вопрос как вот такие иксы возникают то есть они являются универсальными накрывающими вот для каких пространств вот если мы рассмотрим как бы множество орбит вот этого действия ну там конечно да то есть каждый ну не обязательно могут быть несколько орбит то есть но в общем я не хочу сейчас особенно в топологии углубляться но вот такие иксы они являются универсальными накрывающими таких вот пространств типа каждый один это такой частный случай или наоборот может быть пространство типа эленберга макклейна может быть вы слышали то есть это такие пространства у которых клеточные пространства они определены однозначно с точностью до гомотопической эквивалентности у которых гомотопические группы устроена следующим образом это будет же при пи при и равном единице и значит 0 если и не равно единицы вот универсальные накрывающие таких пространств вот они как раз будут в общем там можно задать то есть это клеточное пространство можно на универсальном накрытии тоже клеточную структуру там свободным действием задать вот но просто может быть мы какие-нибудь примеры вот давайте рассмотрим какие-нибудь или может быть пока не примеры а вот значит пусть x у нас вот накрывает вот это вот y то есть каждый 1 значит вот это вот универсальное накрытие то есть x таким образом стягиваем а ну в общем случае универсальное накрытие она накрытие она что убивает фундаментальную группу ну если еще вот вот это вот условие что высших размерностях ну в общем там из точной гомотопической последовательности все можно вывести но в общем вопрос заключается в том что как получить комплекс для вычисления к гомологии вот этого и что он из себя будет представлять вот я утверждаю следующее что вот как вы интуитивно наверное вы понимаете как здесь какая связь вот это у нас еще раз свободные за джи модули да мы можем применить к ним каждому из этих модулей функтор инвариантов точнее coin вариантов извините то есть про факторизовать по действию группы же тогда мы получим уже свободные z модули множество образующих которые находятся в объективном соответствии с множеством образующих вот этих как свободных за джи модули ну то есть у нас над каждой клеткой в игреке висит целая орбита клеток в x и да вот и в общем можно показать что вот действительно применяя функтор coin вариантов мы получим не что иное как комплекс клеточный уже z модулей который вычисляет гомологии вот этого y вот с другой стороны к гомологии вот этого комплекса они его извините гомология они какие будут гомологии вот этого комплекса то есть по существу мы почленно применили вот такой вот функтор да что там сейчас но нет извините тензор над z g на z так только какой мы функтор применили в общем можно как правый на правых модулей рассматривать тот исходный в общем что будет считать вот этот комплекс с точки зрения группы гомологии группы же гомологии группы то есть мы получаем что гомологии группы аж это от же z например ну там на самом деле тривиальный же модуль можно рассматривать и заморф на чему с точки зрения топологии значит еще раз вот этот комплекс он что считает помимо гомологии групп он еще считает если мы поверим в этот правдоподобный результат что это на самом деле клеточный комплект вот этого y который накрывается иксом считает гомологии y то есть h и t от к к g 1 с коэффициентами z тоже давайте возьмем то есть видите другое вообще определение гомологии групп и аналогично для к гомологии тоже вот нужно взять пространство или эленберга маклейна типа g1 и посчитать его гомологии причем можно обобщить и на случае нетривиальных же модули там правда нужно рассматривать локальную систему коэффициентов ну то есть с коэффициентами там соответствующим локально постоянном пучке вот но видите вот такой есть топологический подход ну все таки давайте хоть один пример я приведу может быть следующий раз я приведу другие вот какой самый простой пример вот как например с помощью этих соображений посчитать гомологии z вот какая там какой есть пространство со свободным действием группы z и причем стягиваем а я как прямая совершенно верно прямая то есть r1 на r1 просто с двигами действует z а фактор по действию какой будет окружный вот и гомологии группы z не знаю как это написать чтобы было понятно группы z ну пусть с целыми коэффициентами давайте так изоморфны просто гомологиям окружности с коэффициентами в z вот или например если мы возьмем ну да вот кстати гомологии группы z наверное вот нулевые более менее понятно это будет z а первые это абилионизация тоже z видите как раз ну и а высшие будут нулевые вот а для свободной группы с с образующими ну или там пусть у нас н образующих fn с двумя по крайней мере образующими я рисовал универсальную накрывающую да она тоже значит вот для букета окружности в универсальное накрывающие она стягиваем а да и помните я рисовал такой фрактал как бы и вот на нем свободно действует как раз вот свободная группа f2 и значит гомология в 2 чему изоморфны гомология букета совершенно верно ну давайте посчитаем первые гомологии букета например или это сложно ну по идее как клеточные гомологии легко считать наверное да ну в общем там сколько образующих будет 2 а соотношение нет то есть z квадрат и с другой стороны и должна быть абилинизация вот этой группами ну вроде все получается вот ну ладно может быть мы в следующий раз еще рассмотрим но вот мне кажется это довольно такая красивая вещь которая связывает алгебру и топологию ну и на самом деле она достаточно глубокой может быть продолжена во многих направлениях эта идея вот то есть оказывается что гомологии групп это имеют эквивалентное определение как гомологии вот пространстве по элленберга маклейна у которых фундаментальная группа g будет ну еще эти пространства называются классифицирующими пространстве на группы то есть конечно они как бы по существу функториально строится по группе точнее их там гомотопический тип как бы вот ладно спасибо